Александр Дмитриевич Самарин, московский губернский предводитель дворянства, оберпрокурор Святейшего Синода, член Государственного Совета, младший брат монархиста Федора Самарина, репрессирован. Биография родился в столбовой дворянской семье Самаринах, сын Дмитрия Федоровича Самарина, известного изданием сочинений своего брата славянофила Ю.Ф. Самарина и Варвары Петровны Ермоловой, в 1891 году. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, послужный список в 1891-1892, вольно определяющийся шестой батареей 1-й гренадерской артиллерийской бригады, в 1893-1899, земский начальник Броницкого уезда Московской губернии, с 1893, коллежский секретарь, с 1895, титулярный советник, с 1898. Коллежский асессор, в 1899-1908, Богородский уездный предводитель дворянства, а с 1900, камер-юнкер двора его императорского величества, с 1905, коллежский советник, с 1906, статский советник, с 1906, камергер двора его императорского величества, В 1908-1915, Московский губернский предводитель дворянства, с 1908, действительный статский советник, с 1910, в должности гермейстера двора его императорского величества, а с 1912, почетный опекун опекунского совета учреждения императрицы Марии. С 1912, член государственного совета, входил в группу правых, 1914, с началом Первой мировой войны, был назначен главным полномоченным российского общества Красного Креста по эвакуации во внутренний район империи. Самарин имел следующие награды Российской империи Орден С.В. Анны III степени Орден С.В. Станислава II степени Орден С.В. Анны II степени Орден С.В. Владимира IV степени Орден С.В. Владимира III степени Орден С.В. Станислава I степени Орден С.В. Анны I степени Орден С.В. Владимира II степени Обер-прокурор Святейшего Синода. 5 июля 1915 года Александр Самарин был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. По данным протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шевельского, кандидатура Александра Самарина была предложена великим князем Николаем Николаевичем и начальником военно-походной канцелярии императора князем В. Н. Орловым. По воспоминаниям Самарина, во время беседы с Николаем II накануне своего назначения он подверг резкой критике Григория Распутина. Государь, вот уже несколько лет, как Россия находится под гнетом сознания, что вблизи вас, вблизи вашего семейства находится человек недостойный. Жизнь его хорошо известна в России, а между тем этот человек влияет на церковные и государственные дела. Государь, это не пересуды, это твердое убеждение людей, верующих людей, вам преданных, в кабинете И. Л. Горемыкина Самарин входил в состав либеральной группы министров, составителя адресованного Николаю II коллективного письма этих министров о разногласиях в правительстве и невозможности для них работать далее под руководством Горемыкина. Это стало одной из причин его быстрого увольнения. Второй непосредственной причиной стало дело близкого к Распутину епископа Тобольского Варнавы, который по телеграмме государя, но без санкции синода, допустил пение, величание и молебна на могиле митрополита Иоанна в Тобольске. Большинство членов синода и обер-прокурор Самарин высказались за смещение епископа с кафедры, но император и митрополит Петроградский Петерим стали на сторону Варнавы, который не только сохранил должность, но и в следующем году был возведен в сан архиепископа. 26 сентября Самарин был уволен от должности обер-прокурора. При этом царь сообщил ему об отставке не во время личной встречи, а после нее в письменной форме. Отставка Самарина вызвала негативную реакцию в обществе. Московская городская дума приняла постановление, в котором, в частности, говорилось, с глубокой скорбью внимает нынче Москва весь о том, что прекратилось начатое Александром Дмитриевичем служение русской православной церкви, что Александр Дмитриевич, свято исполняя свой долг гражданина, вынужден был оставить дело, дорогое и близкое хранящее заветы православия Москве, и что рушатся надежды на скорое устроение церковной жизни согласно с ожиданиями преданного и русского народа. Москва с болью и сокрушением видит в этом влияние темных сил враждебных делу церкви и государства. Дворянство Московской губернии направило Самарину приветствие. Московская духовная академия избрала его своим почетным членом о уважении к его кратковременному, но самоотверженному и полному святой ревности о славе русской православной церкви служению в должности убер-прокурора С.В. Синода, деятельность после отставки, после отставки вернулся к работе в Красном Кресте. В июне 1916 Московское губернское земское собрание учредило стипендии имени Александра Самарина в Московской женской учительской семинарии в Щаповской сельскохозяйственной школе для детей-крестьян. С 4 декабря 1916 года председатель постоянного совета объединенных дворянских обществ после февральской революции Александр Самарин как борец за независимость русской церкви от государственного гнета был избран председателем Московского епархиального съезда. В июне 1917 года принял участие в выборах митрополита Московского и Коломенского на чрезвычайном епархиальном съезде духовенства и мирян, беспрецедентной в истории русской православной церкви XX века случай, когда кандидатом на один из высших церковных постов стал мирянин. При первоначальном голосовании архиепископ Литовский Виленский Тихон и Самарин получили равное число голосов по 297 в ходе окончательных выборов за Самарина проголосовали 303 делегата. Член Всероссийского поместного собора в 1917-1918 годы, на котором предлагался кандидатом к избранию в патриарха. С марта 1918 года был вторым заместителем его председателя от мирян. В начале 1918 года был избран председателем Совета объединенных приходов Москвы. 15 марта 1918 года возглавил депутацию собора, вручившую Народному комиссару юстиции Дмитрию Курскому декларацию собора по поводу декрета об отделении церкви от государства. На встрече с Курским заявил, если для вас безразлична судьба православной русской церкви, которая участвовала в самом строении государства и целые века составляла для него основу религиозной и нравственной жизни, то да будет ведомо вам, что религиозное успокоение 100 миллионов православного русского населения, без сомнения необходимое для государственного блага, может быть достигнуто не иначе, как отменой всех распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народной веры, аресты, тюрьмы. Ссылка. Летом 1918 под угрозой ареста Александр Самарин был вынужден покинуть Москву и некоторое время жил в Аптиной пустыне. 25 сентября 1918 года был арестован в Брянске. У него изъяли письмо патриарха Тихона с поручением вести в Киеве переговоры о проблеме автокефалии. Церкви на Украине находился в заключении в Орловской тюрьме-изоляторе. В ноябре был доставлен в Москву. Первоначально содержался в тюрьме ВЧК на Лубянке, затем переведен в Бутырскую тюрьму. На Пасху 1919 участвовал в богослужении и в тюрьме в качестве руководителя импровизированного хора. 19 апреля 1919 года был освобожден. Продолжил работу в качестве председателя Совета объединенных приходов Москвы, по делу которого был арестован 15 августа 1919 года. Был одним из основных обвиняемых на открытом процессе по этому делу, который проходил в Октябрьском зале бывшего дворянского собрания. Приговорен к расстрелу с заменой этой меры заключением в тюрьме впредо окончательной победы мирового пролетариата над мировым империализмом. Находился в заключении в Таганской тюрьме. Был секретарем педагогического совета при отделе малолетних преступников. Весной 1922 был освобожден, жил в Абрамцеве, где активно участвовал в работе музея. Осенью 1925 был вновь арестован, содержался в одиночной камере внутренней тюрьмы на Лубянке и в Бутырской тюрьме. 21 мая 1926 года приговорен особым совещанием при коллегии ОГПУ к трём годам ссылки в Якутию за участие в Черносотино монархической группировке. Даниловский сенот с сентября 1926 года находился в ссылке в Якутске вместе с архиепископом Гурием. Занимался переводом с немецкого книги о битлинга по научной грамматике якутского языка и преподаванием немецкого языка в Якутске продолжал участвовать в богослужениях. 26 апреля 1927 года писал родственникам службы Страстной. Все чтения и пения, которые выполнялись мною в условиях нашей жизни, давали особенно благоприятную возможность для восприятия не только умом, но и сердцем их глубокого и трогательного содержания. В пятницу и Великую Субботу, так как часы нашей службы не совпадают с соборной, я имел возможность быть и тут и там. В соборе нет совсем чтецов, мое чтение ценится, а для меня чтение в такие дни – великое утешение. Значит, я имел счастье дважды перечувствовать красоту службы. Певчи, совершенно неожиданно, вынесли мне ноты третьего голоса, когда вышли к плащанице петь трио «Воскресне Боже». В сентябре 1928 был переведен в Олег Минск, где преподавал немецкий язык врачам местной больницы. В июне 1929 после окончания срока ссылки переехал на жительство в Кострому, где был чтецом, певцом и регентом в Храме Всех Святых. По своим церковно-политическим взглядам был близок к непоминающим оппозиции курса митрополита Сергия. Весной 1931 был в последний раз арестован, содержался в Костромской тюрьме, но был освобожден. После закрытия Храма Всех Святых посещал Храм Святых Бориса и Глеба, был похоронен на Александроневском кладбище Костромы, реабилитирован в 1989 году следственным отделом КГБ СССР. Семья, жена, Вера Саввишна Мамонтова, дочь предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова, изображенная на картине «Девочка с персиками», дети Юрий, филолог Елизавета, в замужестве Чернышева, автор мемуаров Сергей. Сын Юрий обвинился своими коллегами и знакомыми в сотрудничестве с органами ОГПУ. Так писатель Олег Волков, бывший узником Соловецкого лагеря, вспоминал, что все заключенные на Соловках филологи считали, что своим выдворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех наследствий, топил на очных ставках художника. П. Арцебушев, арестованный уже после Великой Отечественной войны, писал в своих мемуарах. «Мне были известны дома и семьи, в которых он бывает и в которых его принимают как своего, в то время, как он Сексот. Юша Самарин, родной сын того неподкупного и честного Самарина, мы все ему доверяли, как своему, как честному, своему человеку». Юша Самарин, Сексот. В 1946 году следователь на первых же допросах достал толстую папку и стал из нее зачитывать мне все мои разговоры с этим их. Сексотом. Библиография «Самарины» Мансуровы «Воспоминания родных» М. 2001 Шилов ДН «Государственные деятели Российской империи, главы высших и центральных учреждений» 1802-1917 «Библиографический справочник» СПБ-2001С «От 587 до 589». Субтитры создавал DimaTorzok